Сегодня жители многих новых жилых кварталов, которые буквально нависли над пригородными лесами, массово выходят на лесные тропинки. По принципу, чем дальше в лес, тем больше грибов. Полку грибников прибыло. Тихая охота, то есть сбор грибов, для людей настоящая страсть. Поэтому многие хотели бы оказаться в сентябрьском утреннем лесу. Кто-то сюда приходит действительно за удовольствием, а кто-то за своим интересом. А интерес один. Грибы большие, красивые и вкусные. Вот как здесь или здесь. Хотя, как их собирать и готовить, многие пока просто не знают. Ведь гриб может быть капризным и обманчивым. Чтобы его правильно упаковать, нужно помнить элементарные правила. Запастись хорошей корзиной, в которую собирать эти грибы. Ни в коем случае не собирать незнакомые грибы. И собирать в более чистой зоне эти грибы. Не собирать червивые, старые, дряхлые грибы. Когда мы пришли домой, грибы надо сразу переработать, двухкратно отварить и потом уже заготавливать так, как мы хотим. Жарить сырые грибы без отварки не рекомендуется. Даже съедобный гриб без предварительной отварки может обеспечить вам, если не отравление, то расстройство желудка. Это надо помнить всегда. И все-таки главное, это не обмануться и не насобирать грибов действительно несъедобных и даже опасных. И надо узнавать их уже издали. А вот целое семейство ложных опят. Их здесь таких немало. Вот они пополнят нашу коллекцию несъедобных грибов. Наша коллекция нужна для проверки знаний тех грибников, которых мы встретим в лесу. Может, они тоже поделятся с нами знаниями о вредных грибах. Боюсь, что недостаточно. Но я знаю такое правило с детства, мне папа объяснил. Не знаешь, не бери. А вот что вы думаете об этих грибах? Не знаю. Я бы не взяла. То есть они вам кажутся подозрительными? Да. Вот честно. Вот это может быть еще похоже на какую-нибудь волнушку или сыроежку. А вот что вот это за ребята? Это маслята. Якобы. Или ложные маслята. Это не маслята. Или опята. Это, наверное, ложные опята. Вот это, возможно, съедобные. Потому что у него здесь, видите, губка. И все-таки, если не уверен... Не бери. Да, как бы ни был гриб красив и аппетитен, незнаком, значит опасен. А вот что говорит Вячеслав, которого мы встретили. Себя он называет специалистом именно по опятам. У него целое ведро только что собранных грибов. Свет такой коричневого дерева. И у них обязательно должна быть шляпка. Ну вот смотрите, вот-вот похож. Нет, это ложный. У него нету юбочки, видите? Ага. Да, наши учебные пособия никого не вводят в заблуждение. Тем более Елену. Она грибник со стажем. И помнит еще дедушкину науку. Эти не переписали. Настоящие? Да, настоящие опята. Свет и юбочки. У них, у опят, у настоящих есть вот такие юбочки. А вот я бы его не взял. Ну, надо изучать. Что ж, сегодня нам не повезло. Достались только наши учебные пособия. А настоящие грибники собрали полные ведра и корзины полезных грибов. Сергей Берзин, Александр Соломкин, Первый, Мытичинский.